Качество жизни граждан пожилого возраста обсудили в региональном правительстве. Более 26% жителей области относятся к категории пенсионеров. Начальник Департамента социальной защиты озвучила итоги исследования, как живется пожилым людям в Ивановской области. 67% пожилых граждан являются сегодня не только самодостаточными, но еще и помогают своим близким родственникам деньгами, а 62% еще и продуктами питания. Но не у всех пенсионеров все так радужно. Уполномоченный по правам человека Андрей Кабанов сообщил, что поступают жалобы на местные органы соцзащиты, которые фактически бездействуют из-за того, что большинство полномочий было передано на региональный уровень. Я их нишу работы с пожилыми людьми вижу в том, чтобы организовать качественный досуг этой категории населения. К сожалению, на сегодняшний день я с вами согласна. Но вот стопроцентного понимания со стороны органов местного самоуправления по этому вопросу нет. На заседание зашла речь и о качестве медицинского обслуживания пожилых людей. Губернатор отметил, что даже если в больницах будет установлено новое оборудование, то невежливое отношение к пожилым сведет на нет все старания властей. В феврале месяце мы планируем провести достаточно масштабную аттестацию всех руководителей медицинских учреждений Ивановской области. Одним из пунктов аттестации это будет количество обоснованных жалоб населения на предоставляемые медицинские услуги и кадровый потенциал учреждения. По мнению властей, одной из главных проблем для пожилых людей является социальная изолированность. Для того, чтобы люди не чувствовали себя одинокими, разработано множество проектов. Открыты курсы компьютерной грамотности, создана библиотека на дому, работают школы здоровья. При желании любой пенсионер сможет найти себе занятие по душе. Анатолий Логинов, Олег Мелехин, РТВ Иваново.